Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешеного. Номер 969. События дня. Экклесиаста 12, 13, 14. Выслушай им сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Здесь просят дать данные. Умерла у нас женщина, 42 лет. Дробот Анастасия Валерьевна. Потому что человек хочет помочь и сомневается. Может обманывает и все другое. Я пишу, осталось четверо детей. И вот их данные. Инафа 23 февраля 2001 года. Рождение. Иван 21 мая 2002 года. И Просинья. 29 октября 2003. И Нестор. 14 марта 2006 года. Это муж глухонемой Андрея. Вот наши ролики. О похоронах. О поменках. У людей есть желание помощь оказывать. Просят адрес. Вот ответ. Финаева пишет. Финаева пишет. Прошла цвета его. Если душа родилась крылатой, что и хоромы, что и хаты. Что Шингисхан ей и что Орда. Два номера у меня врага. Два близнеца. Неразрывно слитых. Голод голодных и сытость сытых. Владимир Галиндухин. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарим вас за организацию нашего пребывания у вас в Потеряевке. Этот год для нас был одним из лучших проведенных в Потеряевке. Все было благословенно. И отдых, и труд, и дорога, и погода. И самое важное, что мои юные ученики получили у вас много полезных жизненных уроков. Научились ценить труд, рано вставать, молиться, лучше читать, хорошо плавать, обрели новых друзей. Игнатий Тихонович, передаю вам слова благодарности от Марины Якимовой, мамы Тимофея. Она очень рада, что ее сын получил много полезного жизненного опыта и уроков, которыми сразу начал делиться с ней. По словам мамы Тимофея, они приняли решение приехать в гости еще. Все. Спаси Христос, поклон всем братьям. Ну, вот так. Лагеря Стана нету. На месте том музей, комплекс для бедных лагерей образован. А это в гости приезжают, в домах живут с нами вместе с родителями. Оксана. Игнатий Тихонович, уважаемый человек. Посмотрела ролик, где женщины рассказывают, как искали Господа Бога, как приехали к вам. Плачут. Я тоже потерялась, так искала Бога. И в монастыре ездила, в сарае жили мы. Рядом свиньи, это для паломников. И руки промыть негде было. На улице тонкая струйка из краника, а мороз большой. Сколько я намущилась и в лавре, и в Киеве. Многое потеряла в лавре, в Киеве. Потерпела скорби от священников. Это не те люди, которых пишут красиво в книгах. Все наоборот. Я отошла от них. А тут митрополит Эларион Алпеев. 8 лет назад. По телевизору я влюбилась в него. Думала, это чудо. Умный и святой. Такой с юности, с детства. Писала ему в Москву 5 лет. Все горе свое несла. Только раз ответ получила. Не было ответа. Точнее, на мой вопрос, на мои искания. Отписка была. А потом смотрю, он с католиками. И я пошла в костел. Подражала митрополиту. Думала, что это почти одно и то же. Потом я ушла от них. Принесла покаяние в православной церкви. Сколько я писала. Всюду искала духовный совет. Подсказку. Как жить. Иванова, отцом Руси Юрасову. Всково-пещерский отцу Иоанну Кристианкину. Он ласково писал. Чацы. Женский монастырь в Кострому, в Пюхтице. В Грецию. Всюду. Слушала пасторов на ютубе. Потерялась я на жизненном пути. Мы живем какое-то очень страшное время. С уважением к вам, Ксения. Вот так. Теперь еще в списке тут меня поставить можно будет. Я еще могу ответить. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. И так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Чтобы это было понятно, что я не от себя говорю, я сейчас покажу первое послание к Тимофею. Четвертая глава, 16 стих. Вот он. Как спастись? Ну, вот так. Все для человека. Имей страх Божий. А это гоняться за ними, думала, такая, не такая. Это конца края никакого не будет. Молиться надо, читать слово Божие, святых отцов. И никуда из православной церкви. Это надо оценить, что нам Бог дал такое сокровище, каноны церкви, жития. Вот так. Показать наши ресурсы. Вот это мой мир. Я его очень люблю. Легко сообщать, написать. Вот я в шапке. И православный форум. 1600 тем. Что-то не отображается сегодня посещаемость. Как будто закрыто. Никого нету. Выставить выставил, а... Ну, все-то не срабатывает. Только на одном за это время три человеку убрать лишнее для света. Вот сегодня я поставил. И нету. Раз, два, три, пятнадцать. Шестнадцать роликов сегодня выставил. Вот, кто желает, что и увидит. Очень богатый материал. Но не срабатывает. Почему, неизвестно. Посещаемости нету. Так не бывает, что ни на одном нету, ничего нету. А уже прошло двадцать пять минут. Где-то что-то заело. И... Во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот так. День вчерашний. С утра мы поехали закончить работу на Южном. Закончили. И поехали узнать, что у нас там на Костровом, Симаковском. спрятали инструмент, подготовили на понедельник работу, поехали в лагерь. А там Володя как показывал, когда приезжала глава администрации Корченского района. Корченского. Сельсовета. И так все открыто. Абсолютно все. И кухня. И пекарня. Капустина, Татьяна. Спаси ее, Христос. Узнаю, как мы тут. Посмотрели. Кельи открыты. Бери, что хочешь. Володя говорит, ой, моя вина это. Моя вина. Ну и все. Я еще здесь два раза езжу на пруд. Рыбу ловлю. Вчера большого карася поймал. Ну, сам попался, залез. Серебристый, желтый такой. Видно, сытый. Вот. Куда его такого? У нас маленькие. Я их тут же выбрасываю обратно. А тут идет навстречу. Пошел встречать коров и сааки. А у них сетку-то эту взял, которую ловят. Я подозвал, он бегом бежит. Я говорю, вот видишь какой. Это сетка-то ваша и карась ваш. А как я его? Я ее два лопуха саба взял и их завернул в листья. Ему отдал, он домой. Это тоже событие для нас. Первого карася поймали. Вечерня была. Без батюшки. Пришлось слово сказать. Не веди нас в искушение. Баба Серафимовича раз 92 года исполнилась. Она думала причаститься. Пронесла всем дары. Нам арбуз принесла. И вдруг батюшки нет. Она половички расстелила. А его нет. Она думала, нет. И она очень неспокойно себя повела. Я не слышал, что она говорила. Кого обвиняла. Что ей не сказали, что батюшка в городе. А Юрема говорит и говорили. И она не расслышала. Но это тоже событие. Обсуждали. Что тут в деревне-то может быть еще. Вчера я документ интересный получил. Сейчас я его прочитаю. Его не видно будет, видимо. Вот маленько так может быть и видно будет. Тот просвещивает. Сейчас я свет включу. Может быть заметно будет. Но так получше, видать. Как же так сделать-то, чтобы видно было. Вот еще никак. Видите, сколько времени отнимаю. Но охота показать документ. Аппарат, уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. Даже просчитать-то. И то надо мне влечительное стекло. Темновато, как бы. Это не просто так. Сообщаю. Что. Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае. Борис Владимирович Ларин. По вопросу, который поднимается в вашем обращении. Обратился в администрацию. Корченского сельсовета Мамонтовского района. Информация о результатах будет направлена должностными лицами. Указанного учреждения вам и уполномоченному. Уполномоченному с большой буквы. Консультант аппарата, уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. Подпись Д.В. Швайцер. Вот маленькая. Но это событие. Это вот конкретно по делу. Не просто статья там какая-то. Ну и к делу не относится. А конкретно к живому человеку. Обращение. Не то, что-то кто-то вздумал разрушить. Речь идет все по музею, так сказать. Вот. Ну и что? Ничего не знаем. Ну, правильный ход сделанный. Единственное правильное. Мы помолились сразу, поблагодарили Бога. Я его знаю, этого Бориса Владимировича. Он уважаемый человек. Вот такое дело. Сегодня у нас, уже я говорю, это воскресенье. Оповещу для всех, чтобы молились и за него. Опово.